По-моему, прекрасная розовая личика. Гораздо лучше было, чем до. Мне кажется, молодость прям на лицо. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Меня зовут Елена, мне 50 лет. И добро пожаловать на мой канал. Сегодня я, как и обещала, покажу вам массаж, который я делаю. Но хочу попросить прощения, может быть, за не очень хорошую настройку камеры. Сложно саму себя настроить в зеркале, у меня нет оператора. Но зато но косметик, но фильтр, но какого-либо освещения. Кроме того, что есть у меня в ванной со всеми вытекающими негативными отсюда последствиями в виде всяких теней. Но меня это не сильно волнует, поэтому давайте приступим. Два слова о моих правилах при массаже. Не запрокидывать голову, как-либо не напрягать шею, затылок. А голову я всегда держу чуть-чуть вперед. Второе правило. Я не делаю массаж конкретно на какие-то зоны, не жду каких-то от них результатов. Какие-то морщины убрать, убрать брыли, поднять брови. Хотя, конечно, есть у меня такая цель. Но основное, что я делаю, это я ищу болезненные зоны на своем лице и их прорабатываю, чтобы не было никаких зажимов, спаек. Потому что я считаю, что это важно и для лица, и для тела. Ну и давайте приступим. Первое, с чего я начинаю, это с плеч и шеи. Разминаем плечи, захватываем и оттягиваем чуть-чуть назад. Для того, чтобы кровоток и лимфоток лучше циркулировал. Растягиваем шею. Вы знаете, я уделяю всегда большое внимание своей шее. И это еще один повод ее растянуть. Обязательно переднюю часть кладем руки на грудь. Вытягиваем подбородок, не запрокидывая голову назад. Вытягиваем подбородок вверх. Растягиваем платизму. С платизмой работать очень важно. Ну, потому что вот это то, что тянет наши брыли. Платизма это... Сейчас я постараюсь вам показать. Вот эти вот тяжи, у меня их нет почти. Ну, потому что я над этим работаю уже много лет. Может быть, сниму вам отдельную технику на проработку платизма. Пока руки чистые, я могу размять область губ. Обычно вот эта зона, она является такой болезненной. Ну, и эта зона опускает уголки губ. Поэтому ее я прорабатываю. Поэтому я и уделяю больше внимания. Я сейчас показываю достаточно быстро. Но вам, если вы это делаете первый раз, конечно, стоит сначала познакомиться с вашим лицом и найти эти зоны, которые являются болезненными и работать с ними дольше и тщательнее. Опять же, пока руки чистые, мы можем пройти дальше и размять щечную область. Дальше можно взять какое-либо масло. Масло, которое вам подходит. Это может быть специальное косметическое, это может быть виноградное, это может быть оливковое. В общем, отсутствие какого-либо косметического специального масла не является поводом для того, чтобы не делать массаж. Масло я беру совсем чуть-чуть. Я не люблю, когда на лице много масла, когда очень скользят руки, потому что я считаю, что когда они очень скользят, то это такой должен быть релакс-массаж, расслабляющий. Моя цель проработать, как я уже говорила, зажимы, спайки на лице, поэтому у меня такой более активный массаж. Сильное скольжение здесь не нужно. Иногда это делаю просто даже по крему, когда крем наношу, и пока он еще не впитался, я делаю массаж. Ну, в общем, массаж, масло мне, в принципе, нужно для того, чтобы область вокруг глаз проработать. Ну, и для вакуумного, для вакуумных банок, ну, конечно, тоже не помешает. Лоб у меня достаточно болезненная зона, потому что я постоянно поднимаю брови вверх, поэтому с ним я работаю всегда достаточно активно. разминаем межбровку, не забываем волосистую часть, поднимаем наши веки, поднимаем бровь максимально, как мы можем. Вот лучше, конечно, вообще без масла это делать, потому что оно скользит и ничего не поднимает. Лучше взять какую-нибудь тряпочку или ваточку, чтобы держать бровь, и одним или двумя пальцами под бровью так проталкиваем ее как бы наверх. То же самое делаем со второй бровью. Нос с возрастом хрящи, говорят, расходятся, чтобы отеки появляются, и чтобы сделать его тоньше, мы обязательно прорабатываем область носа. И сгоняем лимфу вниз. Вот это часть, где крепятся мышцы, ее тоже нужно обязательно возле носа прорабатывать. У меня это не очень болезненно, вернее совсем не болезненная зона. Попробуйте, что это будет у вас. Поэтому я не очень. И нос у меня тонкий, поэтому здесь я не очень уделяю этому внимания. щеки разминаем кожу, под кожей, надкосницу. вот этими прям косточками. И опять сгоняем лимфу вниз. Вот это наша очень такая напряженная область, это область подбородка. Очень часто поджимаем, я во всяком случае точно, сейчас уже гораздо меньше, я очень слежу, чтобы у меня был расслаблен рот. но раньше я, да, поджимала вот так вот губки. Ну и сейчас я чувствую все равно, что эта область у меня напряжена. Еще одна напряженная мышца, это жевательная, это самая большая мышца у нас на лице. И она у нас напряжена, потому что мы, во-первых, жуем, во-вторых, она подвержена эмоциональным напряжениям, потому что мы зубы часто можем стискивать. Поэтому жевательную мышцу мы тоже очень прорабатываем. несколькими способами можно ее проработать. Открываем рот, делаем букву О. И вот так вот массируем. Жевательная мышца, это вот угол. Находим сцепление челюсти с нашим остальным черепом. Вы почувствуете, это болезненная зона. Можно таким образом массировать. Можно сделать вот такой крючок и проводить. вниз по этой мышце. Разглаживаем ее. Очень болезненная. Я разминаю ее постоянно, и она все равно болезненная. Дальше работаем с овалом. Это я уже показывала в своем видео. Массаж перед телевизором. Ссылка на него будет внизу в описании под этим видео. Делаем здесь крючок. Вторым пальцем обхватываем челюстную кость и проводим. Теперь мы можем взять вакуумную банку. Что я не делаю в вакуумной банке? Я не делаю ей область. Вот здесь вот эту щеки, под глазами. Во-первых, я берегу этот жирок на лице. Он у меня дорогостоящий. Как это произошло, я сняла отдельное видео. И ссылочка на него будет внизу в описании. Называется липофилинг. Во-вторых, есть у меня какое-то такое интуитивное ощущение, что вот эту область трогать не надо. У меня здесь, во-первых, суфы. Во-вторых, я боюсь, что это спровоцирует какой-то отек. В-третьих, я слышала от косметолога, что могут разойтись жировые пакеты. Поэтому я, честно сказать, побаиваюсь. Места, где я не боюсь строгать банкой, это, опять же, лоб. Здесь нам нечему растянуться. Можно круговыми движениями. Возможно, с первого раза у вас так хорошо не получится, потому что у вас припаяна кожа к олбу. У меня она хорошо разработана. Не забываем ближе к волосистой части подходить. Также я делаю вакуумной банкой подбородок, чтобы не было вот этой индюшачьей, индюшачьего подбородка. И расслабляю, опять же, подбородок. Делаем акцент на то, чтобы тянуть ее вниз. И дальше ведем к челесному углу. Держим шею расслабленной, наклоняем чуть-чуть вперед. Можно круговыми движениями. Я не боюсь оставлять синяки, тем более, пока мы сидим на карантине. Ничего страшного, синяки пройдут, а молодость останется. Вообще синяки это как бы дополнительный такой фактор омоложения, потому что организм направляет все свои резервы, скажем так, на то, чтобы убрать гематомы. Не надо, конечно, доводить там до бешеной гематомы, как будто у нас попу иногда убирают, и прям они синие становятся. До такого вы вряд ли сможете довести свой подбородок. Ну, как я уже сказала, организм все свои силы и резервы направляют на то, чтобы эту гематому убрать, и эта зона подвергается такому отдельному вниманию со стороны организма, ну и омолаживается. Губы, чтобы были попухлее. Ну, и вот это вот мне, конечно, не нравится, что опускаются губы, но не опускаются у всех, у кого есть губы. Поэтому чуть-чуть я работаю над этой областью. Обязательно обрабатываем область декольте. Я вообще это делаю практически каждое мое попадание в душ. Надо не такой банкой. Для тела у меня баночка побольше, и ей я делаю декольте, а вот здесь вот область рук и бедра. В конце сгоним лимфу вниз, сделаем такие помпажные движения над ключицей и под ключицей. Сделать нужно помпажные движения подмышками. Извините, наверное, вам этого не видно, но у меня был выбор. Либо вам будет видно лицо, либо мои подмышки. И сгоняем лимфу вниз к подмышечным впадинам. Ну, пожалуй, все с моим массажем. Хочу единственное, я сказать два слова. Давайте договоримся, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, Дед Мороза не существует, а массаж не может омолодить лицо, если нам уже, если мы взялись за него лет в 50. Массажем можно остановить процесс старения в 35-40. Ну, если у нас уже есть носогубки, вот прямо такие, которые наваливаются если у нас уже есть брыли и мы взялись за лицо, то вряд ли вы сможете до конца это все убрать, но я уверена в том, что остановить как-то этот процесс и минимизировать все эти проявления вполне возможно. Ну, вот, как скажем, возьмем, к примеру, суставы. Если заниматься суставной гимнастикой начиная с молодости, то, скорее всего, в 50 у вас будут достаточно подвижные суставы. Если начать заниматься суставной гимнастикой в 50, когда суставы уже не такие хорошие, не такие гибкие и подвижные, то, конечно, вы не разовьете их до ситуации своей молодости, но все-таки пользу своим суставам вы однозначно принесете. То же самое с массажем. невозможно вернуть молодость к лицу, когда у вас уже есть брыли, носогубки и еще какие-то морщины, но все это приостановить и как-то минимизировать. Возможно, у вас сойдут отеки, возможно, вы растянете шею и сделаете осанку. Даже если вы выпрямитесь и сделаете себе хорошую осанку, у вас уже будет другой подбородочный угол. Стоит только выпрямиться и у нас уже второй подбородок становится меньше. Если при этом вы еще похудеете, то, конечно же, внешний вид станет гораздо лучше. Поэтому я все-таки желаю вам заниматься своим лицом, вряд ли вам повредит массаж, а надежда на то, что вы станете выглядеть лучше и здоровее, она все-таки существует. На этом я свое видео закончу. До новых радостных встреч. Всем пока!